Среди миллиарда курящих на земле большинство россияне. Таковы данные Всемирной Организации Здоровья. Приморские врачи в очередной раз обсуждают, что еще можно предложить населению, чтобы оно отказалось от никотинового самоубийства. За последние годы увеличилось число больных, которые и подростков, детей и взрослых, которые страдают бронхиальной астмой, которые часто болеют другими легочными заболеваниями, не говоря уже о раке легкого. Увеличивается такое заболевание, как хроническая обструктивная болезнь легких. Одной из причин 90% является это курение. Курение табака вызывает больше 40 различных болезней. Большинство из них могут стать наследственными и сказаться на умственном развитии еще даже не родившегося ребенка. Сейчас миф о том, что курение, что никотин не влияет на будущего отца и будущую маму и на рождение здорового малыша, он уже развеян окончательно. Сам никотин и вещества некоторые, которые входят в дым, я имею в виду, они же соединяются с гемоглобином, с красными кровлями тельцами. И это образование стойкое, ну как угарный газ, скажем. Вот это образование стойкое, и этим обусловлено кислородное голодание, органы, ткани. Приморские клиники сегодня предлагают целый спектр лечебных курсов от никотиновой зависимости, а также множество процедур и анализов для проверки своих легких. Воспользоваться этим стоит уже сегодня, а иначе к 2025 году курящих на планете станет полтора миллиарда. А значит, даже те, кто не курят, окажутся пассивными курильщиками, поглощающими чужой никотиновый дым. Наталья Барт, Александр Каноненко, Панорама.